Улица Набережная в станице Анапская. Небольшая бригада разбита на две части. Одни производят выемку грунта при помощи малоговорительной спецтехники, вторые тут же укладывают в траншею полипропиленовую трубу. Бригада молодая, но опытная. Работа продвигается быстро. Труба довольно старая, много раз рвется. Решили заменить на пластик диаметр сотки. Техники, машина, трактор. В бригаде три человека помимо тракториста, водителя. Протяженность километр. На этой улице в большинстве своем проживают пенсионеры. Новый водопровод для них важное событие. Старые трубы полностью исчерпали все допустимые сроки эксплуатации. Это обязательно нужно. Это старая труба 1958 года. Она вся гнилая. Сколько раз за пять лет, два-три раза во дворе оборвалась водопровод. Да, во дворе там дюймовое железо было. Два-три раза ремонтировали. Еле-еле она держится. Слава Богу, если они будут подключиться, новые линии потянут. Уже начали. Я очень рад этому. Аналогичная работа проходит и в селе Супсех. На улице Жолоба уже уложено порядка 300 метров труб. Всего планируется заменить более километра коммуникаций. Не забывают коммунальщики и о модернизации уже существующих сетей. На одну из насосных станций, которая обеспечивает водой центральную часть города, прибыло высокотехнологичное оборудование. После монтажа этого насоса даже в разгар курортного сезона потребители не будут испытывать недостатка в воде. Давление в трубах будет поддерживаться на необходимом уровне. Старое оборудование простояло 40 лет. Оно исчерпало себя, устарело. Большой износ оборудования. И водоканал закупил новое импортное производство, самое более надежное, более хорошее, экономичное. И в ближайшее время, на днях, можно сказать, будем монтировать этот хороший, надежный насос. По итогам прошлого года Анапский водоканал вошел в число лидеров Краснодарского края по замене и модернизации ветких сетей. Руководство завоенные позиции сдавать не собирается. Работа по подготовке к осенне-зимнему периоду продолжается.